Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Как же так получается, что все западные компании-монстры в нефтяной и газовой сферах, которые снабжали нас новейшими технологиями в добыче и переработке, ушли из России, отказались поставлять нам новое оборудование. Разорвали контракты на обслуживание действующих заводов, прекратили все инвестиции, заморозили рабочие и строящиеся проекты и так далее. А мы не только не умерли, но и увеличили поступление в казну от нефтегазового сектора. Чудеса на виражах. Да, шок. Это по-нашему. Запад реально в шоке. Все их расчеты на быструю разорванной в клочья экономикой и принуждение нас к сдаче на мировой арене на их условиях показали, что с аналитикой у коалиции Запада вообще беда. Мозги, дело такое, обычно их не видно, но, когда не хватает, очень заметно. После развала СССР западные кураторы постарались полностью починить своим интересам весь энергетический сектор России. Распил ресурсной базы шел нагло с циничной ухмылкой и с похлопыванием по спинке. Составлялись долгосрочные контракты, которые мы подписывали с одним желанием – выжить, было не до жиру. Для разработки месторождений нефти и газа создавались предприятия с долевым участием и подписывались соглашения о разделе продукции. По условиям этих соглашений участникам предоставлялось право покупать получаемое сырье практически по себестоимости. Кроме того, добываемые углеводороды не облагались никакими акцизами. Это был прямой и бессовестный грабеж наших ресурсов и нашей казны. Владимир Путин в течение 20 лет по крупицам забрал каждый участок нефтегазовых месторождений, выдавливал западные компании из энергетического сектора, всеми силами разрывал соглашение о разделе продукции. И все становилось очередным подарком для бюджета, где денег становилось все больше и больше. И вот наступила благословенная эра санкций ЕС. Эпоха 30-летнего воровства наших ресурсов и высасывания денег из российской экономики неожиданно для ЕС подошла к своему завершению. Наши политики и бизнесмены воспользовались ошибкой Запада и с нескрываемой радостью экспроприировали экспроприаторов. Начиная с 2022 года, одна за другой компанией сливали свой бизнес в России и уходили, как ежики в туман. Впереди планеты всей, очень ожидаемо, стали крупнейшие корпорации. В марте 2023 года свернула все проекты и прекратила инвестиции британская British Petroleum. Она была главным партнером Роснефти на протяжении 10 лет. Но политика выше экономики, поэтому British Petroleum смыла сразу. В Роснефти они владели 19-75%. В других проектах British Petroleum владела 49% в геологоразведочном совместном предприятии Ермак Нефтегаз и газовом проекте Харампур Нефтегаз, а также 20% в ТААС Юрях, которая разрабатывала среднебатуабинское месторождение. Все пришлось продать. Продажа шла в торопях и с огромными финансовыми потерями. Беспрецедентное давление британского правительства на British Petroleum привело к серьезному ущербу и снижению конкурентоспособности. По словам представителя British Petroleum, в результате продаж российских активов компаний списания в первом квартале 2022 года составили более 25 миллиардов долларов. Роснефть при этом отлично укрепилась. Кто теряет, кто-то находит. За англами посыпались американцы. Еханмобил вышла из совместных предприятий с Роснефтью по разработке арктического шельфа и из проекта Сахалин-1. Следом в унисон водобочкового инструмента сыграла в канализацию норвежская Якуинор, которая потеряла свои доли в Роснефте, Севкомнефтегазе и Ангаранефте. Мимо ее кассы прошли разработки в Охотском море, Баренцевом море, Самарской области, на северокомсомольском месторождении Вьяна и на нескольких месторождениях в Сибири. Помимо соглашения о разделе продукции с Роснефтью, такое же Харьягинское соглашение о разделе продукции было составлено с зарубежнефтью. Наконец-то все они были аннулированы и в казну пошли приличные суммы. Нефть стала продаваться по рыночным ценам и тоже прибавка в казну. Финны, конечно, очень забавные ребята. Сначала они закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, затем перестали пускать даже своих граждан обратно в Финляндию из России, а после слезно всем пообещали, что никто эти пункты не откроет. Даже целая глава МВД Финляндии, Мари Ронтанин, прислонив руку к сердцу, лично пообещала, что в ближайшее время ни одна мышь через границу не проскочит. А уже через два дня, под покровом ночи, из порта катки вышло грузовое судно. Знаете куда? В Санкт-Петербург. Причем перевозчиком выступили эстонцы. Самое забавное, что содержание грузов держат в тайне. Понятно, что финны нам продают санкционку, скорее всего промышленное оборудование, которое более чем востребовано в России, с учетом роста обрабатывающей промышленности почти на 10% год к году. Разумеется, что после того, как правительство Финляндии начало сворачивать все торговые связи с Россией, закрывать границы и всячески перекладывать издержки на обычных финнов, они тут же получили кучу серых схем от своего же бизнеса, который уж точно не готов жертвовать доходами ради какой-то там древней шумери. Финны не немцы, их с русскими связывают долгие годы торговли, взаимных поездок и тысячи теплых вечеров между собой. Вот и организовали находчивые жители страны тысячи озер параллельный импорт. И чхать они хотели на наставления и бравурные речи своего президента и его свиты, которых англосаксы крепко взяли за полусферы шантажом или подкупом. Но вопрос даже не в этом, а в том, что финские семьи беднеют. Ниже уровень сбережений домохозяйств. Если хотите посмотреть, как живут хваленные европейские семьи от зарплаты до зарплаты, посмотрите на финнов. Их недалекое правительство бросило людей под каток санкций. Так что неудивительно, что они начали придумывать схемы. Знаете, чего больше всего нужно бояться финскому начальству? До того, что им устроят сговорившиеся русские и финны. Они им такой параллельный импорт устроят, мало не покажется. Ни финскому президенту, ни начальнику главной табуретки в Брюсселе. Дайте только развернуться, а там торговля пойдет, как по маслу. Граница будет на замке, усмехаясь пробурчали русские и финские челноки, резво перекидывая контейнеры с санкционкой из самого сердца Евросоюза на берег Финского залива. Финские власти, по всей видимости, решили окончательно похоронить свою страну в отходах. Они вдруг заявили, что смогут обойтись без помощи Росатома и вообще им больше не нужно топлива. Рискованные шаги, иначе и не скажешь, но тут главное, чтобы нас не зацепило. Теперь о том, что же за катастрофа может ожидать Финляндию. Нелегко приходится обычному европейцу, когда с прилавков пропадает вкуснейший и годами жадно потребляемый товар из морей нашей необъятной. А ведь они к нему так привыкли, так полюбили. В общем, 20 тысяч санкций дают о себе знать. В конце 2022 года они запретили импорт российской рыбы. Сначала под запрет попали ментай, лосось, треска, крабы и далее по списку. А в 2023 году под запрет начали попадать и продукты переработки. Конец 2023 и начало 2024 года они хоть как-то выезжали на остатках, особенно в категориях продуктов долгого хранения консервы, заморозка и так далее. И вот в середине этого года вкусные российские продукты закончились и в ход пошли дорогие китайские, индийские, турецкие и американские. Цены вверх, а прибыль вниз. Но это еще не самое плохое, что ожидало европейцев, британцев и американцев. Американская в хитее Сиафаот – один из крупнейших игроков на рынке на грани банкротства. В Британии вдвое выросла традиционная закуска фишент-чипс, а в Германии готовятся к увольнениям тысячи сотрудников. «Немецкий рынок значительно зависит от рыбы из России. Мы не можем обойтись без сайды и трески», пояснил директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли Штефен Майер. Наши отечественные рыбопромышленники в РП, кстати, предупреждали немцев и англосаксов, но те не послушали. Буквально через полгода Marine Fishing International, а также вышеупомянутый американский архитир Сиафаот, столкнулись с банкротством. Почему? Потому что выкупали российскую рыбу и поставляли в Европу и Англию. Теперь поставлять в таких объемах не могут, а издержки возросли. Наши пошли еще дальше и разорвали соглашение с Британией о вылове рыбы в нашей акватории. Британцы назвали это рыбной вой против Лондона. Немцы тоже очнулись и заявляют, мы столкнулись с угрозой огромного роста цен. Под увольнение могут оказаться около тысячи рабочих в сфере рыбопереработки. Трех лет будет достаточно, чтобы полностью потерять нашу отрасль. На самом деле проблема не в том, что нет рыбы, она-то как раз есть. Просто теперь ее везут из Норвегии, Китая, США, Индонезии и Турции. Но она дороже. Поэтому рыбная отрасль той же Германии становится нерентабельной.